Бои не, в Полтаве не шли, в Харьков, в Харьков, в Харьков рядом, там 100 километров, то там кошмар, что. Там люди уже по неделям сидят в бомбоубежище, бомблять жилые кварталы. Переживаем, у нас в Венеции более-менее спокойно, но переживаем, потому что через каждый час сирены. И переживаем за детей, за внуков, и самолеты летают. То есть сейчас вот едем в Молдавию. Как долго это все продлится, мы не знаем, но спасаем от детей. А вы когда приняли решение уехать? Прямо сразу? Вчера вечером. Ради детей, ради внука, ради дочки, хоть молодежь спасается. Зять остается. А у вас вообще, как вы думаете, как долго это может продлиться? Не знаю, не знаю. Но мы думаем, что это долго-надолго, но победа будет за нами. А вы уже знаете, что будете в Молдове делать? У вас там родственники или вы просто едете никуда? Нет, просто так едем никуда. Меня зовут Светлана. Мы здесь помогаем беженцам. Сутками стоим вот возле палатки, даем им кушать, что необходимо. Помогаем, чем можем людям. Наш город называется Могилев-Подольский. В нашей местности пока тихо, только слышно сирены. Люди немного напуганные, другие хорошо держатся, друг другу помогаем мы. У нас в городе тихо и спокойно. А какие истории люди рассказывают? Почему они бегут? От страха. Наверное, больше людей от страха хотят жить, хотят спасти свои жизни. Дети маленькие, заради детей убегают люди. Вот в основном, да. И сюда только женщины и детей пускают. А в основном мужчины остаются. Я вчера отправил свою семью. А сам возвращаюсь в свой город Днепр. Жду, меня должны забрать и отвезти туда, на восток. А семья переезжает сейчас в Молдову, потом поедет в Румынию и дальше в Германию. С целью получить статус беженца. С целью получить статус беженца. Продолжение следует...